Доброе утро, ребята! Приветствую вас сегодня на торговой сессии вторника. Давайте снова возвращаться на финансовые рынки. Традиционно начнем с российского инфофона, соответственно, перспектив рубля и нефтяного актива. Прежде чем заговорим про основные фундаментальные события и дополнительные новости, которые наступили за последние сутки, давайте посмотрим за текущей динамикой российской валюты и на каком уровне сейчас торгуется рубль. Точно выскажите? 58,37. В целом мы видим, что российская валюта по итогам вчерашней торговой сессии против основных конкурентов доллара и евро оказалась на минимальном уровне, скажем, с начала этого года. И если посмотреть на динамику нефти, можно точно сказать, откуда же пришла фундаментальная поддержка. Потому что нефть у нас вчера на фоне слабости американской валюты набрала немного опунтов и, соответственно, продемонстрировала снова зеленую бычью на свечу. Плюс ко всему, мы с вами говорили, что еще одним фактором серьезной фундаментальной поддержки для российской валюты сейчас остается налоговый период. Соответственно, если оцените общий объем и спроса на рублевую ликвидность в преддверии как раз ключевых платежей по налогам, то в этом месяце, в следующем, речь идет о сумме в 1 триллион рублей. Разумеется, такие показатели провоцируют соответствующий спрос на именно рублевую ликвидность и оказывают локальную поддержку в связи с налоговым периодом. Основные платежи, можно даже сказать, пик платежей по налогам придется на завтрашнюю торговую сессию, поскольку российские компании исполнят свои налоговые обязательства по НДПИ, акцизам и НДС. Это тоже, это практически львиная часть той суммы, которую я назвал. В целом, можно сказать, что сегодняшняя торговая сессия, и, в принципе, это уже видно, завтрашняя торговая сессия будет позитивной для российской валюты, и вполне возможно, что рубль сможет у нас коснуться поддержки, которую он не видел уже давно, это уровень 58. Что касается дальнейших ценовых ориентиров, то после того, как налоговый период, особенно учитывая эти колоссальные налоги, останутся в истории, мы с вами переключимся на долгоиграющие фундаментальные идеи, связанные с большим акцентом на поведение энергетических ресурсов, и снова вернемся к обсуждению негативных ожиданий и перспектив российской валюты в связи с рисками, характерными для экономики в целом, рисками инфляции, санкций, закрытым доступом на международные рынки, заимствование капиталов. Я думаю, что еще будут негативные факторы, указывающие на то, что девальвация для российской валюты – это еще, скажем, не то событие, которое стоит уже списывать и обозначать в истории. У нас, кстати, на канале есть вопрос, который посвящен перспективам российской валюты. Да, он достаточно длинный, скажем так, но, тем не менее, аналитик Гимура прогнозирует летом или осенью доллар от 87 до 115. Он говорит, что торгует по технике и предвещает большую волну по аэрию, когда доллар улетит. В теории, как я читал, сказано, что пятая волна меньше третьей, и короче, а по его расчетам, выходит, чтобы ждать девальвацию, еще процентов на восемь. В другой стране, я вам прогнозировал доллар летом по 150. Дайте ваш прогноз, пожалуйста, конец лета, отброс. Интересный прогноз не на день, а более 100 лет, а на первых активистов. Спасибо. От Андрея Васильевского вопроса. Спасибо за вопрос. Что касается как раз позиционного отрейда по российской валюте. В принципе, мы постоянно с вами говорим про те риски, которые характерны для рубля. Конечно же, такие цели, как девальвация российской валюты вплоть до уровня 100, даже обозначались ценовой ориентирой 120, да, там такой уровень был. Может быть, это крутовар, может быть, даже еще выше. Что касается все-таки реальности, я думаю, что в целом российской валюте, опять же, на фоне тех экономических рисков, которые мы с вами обозначаем из недели в неделю, придется столкнуться с еще одним витком распродаж. Но говорить о том, что рубль окажется в районе 100-120, это преждевременно. Мне кажется, это, конечно же, нонсенс. Тем не менее, рубль уже некоторое время назад демонстрировал попытки оказаться выше 80. Может повториться то же самое и сейчас. Поэтому, все-таки, даже учитывая позиционный трейдинг, я исхожу из более реальных показателей. И стараюсь объяснить их не техническими факторами, которые, в принципе, не могут обозначить возможность подобных потерь для актива, а более фундаментарий составляющих. Поэтому для рубля, что касается конца лета, осени, давайте замокнемся на возможности возвращения в район 75. Нормально? Это тоже круто, конечно же, но в целом это не 120, не более, скажем, негативные и мрачные прогнозы по рублю. Но в целом это указывает на то, что рубль еще испытает серьезное давление. Что касается новостного повода, хочу вам, скажем, озвучить комментарии Ксении Юдаевой, это зампреда Центрального банка, которая в ходе выступления вчерашней конференции отвечала на ряд серьезных вопросов касательно денежно-кредитной политики России и инфляционных ожиданий. Юдаева констатировала, что на фоне последних показателей по инфляции вроде бы как этот показатель стабилизируется. И если данная тенденция сохранится, то в целом российской экономике в плане инфляции удастся закрыть год на уровне 12-13% по инфляции. Но очень важно, что в ходе этой же конференции и в ходе обозначения ориентиров по инфляции было сделано несколько комментариев со словами «Если». И в качестве таких комментариев она коснулась следующего. «Инфляция в 12-13% может быть достигнута, если цены на нефть будут расти. Как вы оцениваете вероятность этого?» То есть для нее это «если», но для нас это, скорее всего, реальность, поскольку цены, учитывая фундаментальный фон, вряд ли будут расти, а напротив, будут корректироваться. А значит, риск, который был обозначен Центральным банком как практически невероятный, мне кажется, вполне реальный. И следующая формулировка со словом «Если» касается как раз санкционного режима еще и общих экономических показателей. И очень важно, она коснулась следующего комментария, что ключевые российские монополисты не будут индексировать тарифы на свои услуги. Помните, несколько недель назад мы с вами возвращались к этой теме и обсуждали возможности роста, соответственно, тарифов на ключевые услуги для потребителей на внутреннем рынке. И отметили, что монополисты прогнозируют провести индексацию этих тарифов уже в самое ближайшее время как минимум на уровень инфляционного давления. Какая сейчас инфляция в России? Около 17%. Поэтому, опять же, «Если» со стороны Юдаевой, мне кажется, это реальность, которая действительно станет действительностью для рынка уже в конце следующего квартала. Поэтому получается, что есть множество рисков, которые никак не удается обойти, рисков указывающих на возможность ослабления российской валюты. Сейчас остается делать ставку только на налоговый период, но, опять же, я уже сказал, что налоговый период очень быстро сойдет на нет. И мы с вами вернемся к более, скажем, долгосрочным фундаментальным идеям. Что касается нефтяного актива. Вчерашняя торговая сеть восстановительная. Если посмотреть на котировки бренда сейчас, то видно, что уже на азиатской сессии нефть корректируется снова. У того есть несколько фундаментальных причин, в частности, несколько часов назад были опубликованы данные по индексу производственной активности HSBS Китая. И этот индекс, ребята, оказался ниже 50. Уровень, который отделяет что от чего? Ну, можно так сказать, да, восстановление от стагнации. Поэтому Китай со стороны производственного сектора столкнулся с еще одной статистической проблемой, реальностью, указывающей на то, что темпы экономического роста будут снижаться. Разумеется, это повлияет на сниженный спрос, на энергетические ресурсы и вообще на все сырьевые товары. Поэтому вчерашний импульс восходящий больше связан с ослаблением доллара. Но он вряд ли будет иметь продолжительное влияние и продолжительные эффекты. Сейчас предлагаю снова возвращаться к комментариям, которые были даны Саудовской Аравии на выходных, о том, что ихний объем по выработке нефти 30 миллионов баррелей в сутки они не собираются пересматривать, он сохранится на прежнем уровне, и они не собираются уступать долю на рынке энергетических ресурсов. Поэтому в целом у нас, опять же, спыточное предложение, опять же, отсутствие спроса и общая фундаментальная идея, предполагающая коррекцию черного золота и возвращение актива в район 50 долларов за баррель. Если обозначаем такие ориентиры по нефти, разумеется, это негатив для российской валюты. Ясно? Теперь, что касается евро-доллара. Снова вчерашняя торговая сессия, если посмотреть все рисковые инструменты, можно в целом сделать вывод о том, что главным действующим персонажем на рынке Форекс сейчас остается слабеющий доллар. И, учитывая рост рисковых активов, неудивительно, что они используют эти слабости наилучшим образом для себя. Европейская валюта вчера какого уровня достигла? 1,0950 примерно, столько. 1,10 еще, по-моему, не было достигнутого уровня. В целом, после того, как пара оказалась выше уровня 1,09, Вестпак, инвестиционная компания, на которую мы обращаем внимание, обозначила возможность следующей как косрочной идеи. Сейчас сделать ставку по евро-доллару на возможность продолжения восстановления в район 1,11, а потом планомерно через отложенные ордера разворачиваться на какой уровень, как вы думаете? На уровень паритета до конца 2015 года. Вот такая вот инвестиционная идея. Думаю, что вполне возможно, что рисковые активы еще смогут локально прокатиться на слабости доллара. Что касается американской валюты, Да, мы сейчас наблюдаем по-прежнему резонанс от прошлой среды, когда Джанет Хеллен сместила акценты по возможному ужесточению монетарной политики и вроде бы как вербально пересмотрела сроки повышения ставки с июня на сентябрь, обозначив риски для американской экономики, сообщив о том, что дорогой доллар создает проблемы для национальных производителей, подрывает конкурентоспособности, и еще цены на нефть, которые снижаются, не позволяют разогнать индекс потребительских цен. Если возвращаться к двум ключевым параметрам, на которые сейчас ориентируется ФРС, это инфляция и рост заработных плат. Я вам об этом также говорил. Сегодня в 15.30 по Москве будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США. Поэтому получается, что сегодняшний отчет может стать еще одним фактором, критерием, более приближенных сроков повышения процентной ставки. И все, что для этого нужно сделать, это показать индексу потребительских цен, что есть основания для роста. Если сегодняшняя статистика совпадет с ожиданиями экономистов, кстати, если посмотреть на месячный эквивалент, как раз прогнозируется рост индекса потребительских цен. Я думаю, что текущая торговая сессия, ну или, по крайней мере, до конца этой недели, по слабости американской валюты мы достигнем предела и полномерно будем разворачиваться уже на прежние инвестиционные идеи, направленные на покупку USD-иены и, соответственно, коррекцию и ослабление рисковых инструментов. Поэтому индекс потребительских цен сегодня в фокусе внимания. И еще один важный отчет по США на этой неделе – это данные по ВВП, которые когда у нас будут? В эту пятницу. Соответственно, уделим и этому отчету также достаточно много времени по мере приближения выхода этих данных. Так, что касается европейской валюты, вчера вам рассказывал, что ключевым событием дня должна стать конференция в Европарламенте руководителя Европейского центрального банка Марио Драги. В принципе, эта конференция была посвящена перспективам денежно-кредитной политики и, разумеется, было много вопросов, касающихся текущей программы количественного смягчения и того, какой эффект она оказывает на экономику в целом. Драги, как и ожидалось, высказался в оптимистичном ключе, отметил, что снижение нефти, снижение евро оказывает поддержку национальным производителям, а в принципе программа количественного смягчения также имеет оздоравливающий эффект. Но ни в коем случае нельзя сворачивать и не нужно сворачивать с пути этих экономических стимулов. Нужно продолжать придерживаться данного вектора, стимулировать экономику, покупать облигации на сумму в рамках европейской ПЮИ сколько? Заложено в месяц 60 миллиардов евро. И чтобы далеко не уходить от цифр, могу отметить, что за прошлую неделю Европейский Центральный Банк купил облигации на 17,8 миллиарда евро. Значит, если спроекцировать это на месяц, получается даже выше 70 уже. Вот так вот, агрессивные меры, они оправданы, и если посмотреть на последние макроэкономические отчеты, вроде бы как какой-то позитив прослеживается. Но прежде чем этот позитив будет полностью дисконтирован ценой, европейской валюте придется еще испытать много негатива в связи с тем, что программа количественного смягчения все-таки это разгрузочное обстоятельство. Ну и к тому же у нас подвешены вопросы с Грецией, которые снова обозначают возможности по причине серьезных экономических проблем выхода из состава валютного блока и возвращения к Деррахману. Вот так вот, негативный сценарий. Поскольку Греция до сих пор уже которую неделю не может договориться с тройкой международных кредиторов. И уже все высказались касательно того, что Греции нужно проявить ответственность и все-таки исполнить свои обязательства. Потому что такова международная практика. Если они хотят получить поддержку со стороны Европейской комиссии, Европейского центрального банка и МВФ, нужно идти навстречу и данным кредитным институтам. Поэтому в целом у нас есть какосрочная идея и, конечно же, позиционная идея касательно того, что евро-доллар у нас может уйти ниже уровня 1.05. Остается только дождаться этой коррекции. И еще хочу обратить ваше внимание на перспективы австралийского доллара и новозеландца. В частности, вчера на вебинаре были заданы мне некоторые вопросы по перспективам этих активов, и я сказал, что обозначу конкретные ожидания в ходе сегодняшнего брифинга. Откройте пары и OutUSD и NZDUSD. Можно даже еще посмотреть на кросс австралийца против новозеландца. В целом мы сейчас видим, как австралийская валюта продолжает расти и на текущий момент достигла какого уровня? 78.70. 78.70. В целом, возвращаясь к риторике Резервного банка Австралии, еще раз напомню, что чем выше австралийца будет сейчас, тем больше вероятность того, что ставка будет снижена. Также неделю назад мы с вами детально прибежались по статистике Австралии по рискам для этой экономики и обозначили возможности снижения курса австралийской валюты и возможности снижения процентной ставки в ходе следующего заседания Резервного банка Австралии. В целом, снова хочу обратить ваше внимание на Вестпак. В последнее время в плане прогнозов они вроде бы как попадают в цель и неплохо аргументируют свою позицию. Они отметили продолжение снижения стоимости на сырье и, прежде всего, на железную руду, от которой зависит австралийская экономика. Поэтому, если допустить возможность просадки цен на сырье еще в диапазоне 15-20%, значит, экономика Австралии будет дисконтировать эти риски, собственно, на свое благополучие, наихудшим образом. Поэтому, в целом, даже несмотря на текущий рост австралийской валюты, и в целом он объясняется не тем, что в экономике все хорошо в Австралии, нет, он объясняется слабостью доллара. И не нужно, скажем, позволять рынку вводить себя в заблуждение. В целом у нас общая фундаментальная идея направлена на коррекцию АУТ-USD. И ближайшая цель – это 0.75, 350 пунктов в перспективе. Если посмотреть на поведение новозеландца, то в целом, учитывая, скажем, дисконты друг перед другом в цене, при коррекции АУТ-USD к уровню 0.75, новозеландская валюта против доллара будет стоить примерно 0.72. Что касается пары АУТ-USD, то в целом видно, что этот актив уже перешел к коррекции. Текущая цена какая? 1.02. Еще разочек. 1.02, да. Еще остается 200 пунктов, и мы увидим паритет, на который, в принципе, настроены уже довольно-таки давно. И в целом, фундаментальный фон располагает к тому, что нужно сохранять прежние ожидания по этим активам и не разворачиваться против, скажем, американской валюты. Ясно? Так, вопросы есть еще? Тогда большое спасибо за комментарии на официальном канале. Соответственно, сейчас я еще письменно отвечу. Ждем дополнительных вопросов на Амаркетсе. Оставляйте ваши вопросы под видео-кном. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. До свидания.